Масштабный фестиваль фитнес-фест запланировали на 7 мая в Тирасполе в Екатерининском парке. И тут, смотрите, пожалуйста, 20 локаций и целый день танцев, тренировок, песен и подарков ждет тех, кто на этот фестиваль придет. И мы пригласили в студию организатора этого фестиваля Виталия Кожакару для того, чтобы узнать все подробности. Виталий, добрый день. Здравствуйте. Виталий, у вас в анонсе написано 12 часов нон-стоп. Это вообще как? Это вообще возможно? Или для людей спортивных это норма жизни? Знаете, мы в этом году решили поэкспериментировать. И у нас такая тенденция, что с каждым годом в нашем проекте появляются более интересные какие-то моменты. И в этом году помимо традиционного мероприятия на сцене, которое мы делали в честь открытия сезона, мы решили добавить еще в программу различных направлений по интересам. Перечисляйте. Да. В течение всего дня у нас, как вы сказали, с 9 утра до 9 вечера будет полностью вся зона Екатеринского парка занята нашей программой. То есть даже если вы просто идете на Зеленый рынок, вы попадете на фестиваль. Обязательно. У нас у Зеленого рынка как раз наши волонтеры будут встречать и направлять уже по... Вам не на рынок, вам туда, пожалуйста. Да. Направлений очень много, все они разные. Они как и для профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться, так и для любителей, которые пришли просто исключительно хорошо провести время. Будут порядка 6 дисциплин спортивных проводить соревновательную деятельность. Это федерация стритлифтинга, федерация стритворкаута, федерация армрестлинга, школа Олимпийского резерва, федерация МТБ культуры и забеги будут также. Детские это перечисленные направления, по которым будут проводиться конкретно соревнования. То есть они там крутятся, бегают, прыгают, машут, а остальные смотрят? Да, будет турнир. То есть в принципе это для спортсменов соревнования, для других это такие достаточно... Развлечения. Да, зрительные, визуально наслаждающиеся мероприятия. Класс. То есть будет и для одних, и для других удовольствие. Так, кроме соревнований... Касательно спортсменов, меня интересует вопрос. Вот заговорили за спортсменов, а только профессионалов вы ждете или любителей тоже можно? Знаете, мы больше делаем акцент на любительский спорт, и те направления, которые я перечислил, относятся к любительскому спорту в большей степени. Участников будет достаточно много, в основном все они любители, но также есть и профессионалы, которые катаются на мероприятия международные. Не так давно президент федерации стритлифтинга приехал с Румынии у нас, буквально два дня назад, где выиграл на национальном чемпионате третье место по стритлифтингу. То есть любой человек, спортсмен, может прийти на фестиваль и поучаствовать? Или ему надо как-то заранее зарегистрироваться, к какой-то группе примкнуть? Да, что касается соревновательной деятельности, там есть предварительная регистрация. У вас, наверное, в соцсетях можно поискать, да? Да, в соцсетях на страницу фитнес-мафия можно перейти, и там есть уже дальнейшие координаты по направлениям, где ведется регистрация. Регистрация. Большая часть мероприятий не с регистрацией, то есть в режиме свободного времени любой желающий может прийти и принять участие. Также у нас есть турнир по футболу, мини-футболу, турнир по волейболу и по баскетболу. Все площадки займете, да? Да, огромное количество направлений для детей. Детских проектов будет достаточно много. В этом году нам пошли навстречу управление культуры и с удовольствием решили включить в нашу программу дополнительные и свои усилия, за что мы им чрезмерно благодарны. Потому что своими силами мы можем сделать многое, но когда к нам привыкает государственная организация, то получается еще более продуктивно. Классно. То есть детей надо вести обязательно. Да, да. Мы видели в анонсе еще семинары о здоровье. Какие темы будут? Да, мы решили зайти со стороны тоже информационной, то есть не только физические упражнения, потому что здоровье это комплекс мер. Но и мозг надо прокачивать. Да, и при этом решили еще рассказать о правильном питании, о рациональном питании. И к этому семинару у нас подойдет наш всеми известный врач, гастроэнтеролог, диетолог, антрецолог Наталья Донцу, которая расскажет о правильном питании, о важности и необходимости ведения здорового образа жизни и как это все уместить на сегодняшний день и чувствовать себя прекрасно. Славик увидел в анонсе про семинары, а я увидела в анонсе про призы. Кто их будет получать, какие они будут, как их взять? Знаете, мы с каждым годом стараемся усовершенствовать наш проект. И помимо хорошего и позитивного настроения хотим еще дарить людям подарки, чтобы после мероприятия они не получили не только эмоции, но и какой-то физический приз. Это вы хорошо хотите, но... Да, это дополнительно привлекает еще больше интерес, особенно со стороны молодежи. И в этом году у нас порядка 500 подарков. О, ничего страшного. Мы подключили партнеров, которые в свою очередь презентуют свои подарки. Также основной костяк подарков будет от нашего сообщества фитнес-мафия. Это все пересекается с направлением здорового образа жизни и спортом. То есть все подарки будут с вот этим вот уклоном. Ну вот, например, уже интересно стало, хоть какой-нибудь один. Наверное, какой-нибудь пробный поход в тренажерный зал, да? У нас будет множество различных сертификатов на абонементы в любой из наших тренажерных залов. На сегодняшний день это пять залов. У нас будут рюкзаки, брендовые рюкзаки с нашим логотипом фирменным в большом количестве. У нас будет огромное количество футболочек. Будут также сертификаты от партнеров на их направление. И будет достаточно много различной атрибутики, тоже связанной с спортом. Классно. Вопрос. Вот про фестиваль мы проговорили, а меня интересует другой. Вы же проводите еще помимо фестиваля общую зарядку. Продолжаете проводить, да? Да, конечно. У нас все функционирует уже на протяжении шести лет. Если говорить о проекте 50+, он вообще у нас регулярный, бесперерывный. Бессмертный. Да, то есть у нас он каждое воскресенье на стадионе 18-й школы функционирует в течение уже двух лет. Сегодняшний проект, который будет запускаться 7 мая, это открытие сезона. После этого открытия у нас уже последует на протяжении полугода, каждое воскресенье в теплый период, в разных локациях наши вот эти вот, собственно, зарядки. Как на такую зарядочку попасть? В каких локациях? На такую зарядочку, чтобы попасть, нужно знать конкретно время и локацию проведения ее. Для того, чтобы это знать, нужно быть подписанным на страничку фитнес-мафии, естественно. И там будет вся информация. Там регулярная информация есть. Мы меняем локации, чтобы удовлетворить интерес всех жителей города Кироу. Ну да, то что только на балке можно. И в центре, и достаточно часто парк Победы тоже используем, чтобы и одна аудитория могла воспользоваться такой возможностью, и другая, в зависимости от расположения. Здорово. И тоже любого возраста народ может приходить. И детей можно с собой брать, и бабулю. Мы делаем проект для всех, и проект согласно физиологическим возможностям пенсионеров. И там, да, а дышки загонять не будете. Да, то есть задача его просто провести время хорошо, полезно, без профессиональных каких-то рекордов и больших нагрузок. Итак, запомнили. 7 мая у нас фестиваль фитнес-фест. Так, а дальше у нас зарядочки каждое воскресенье. Отлично, Виталий, спасибо большое. Желаем вам успехов. Пускай все пройдет продуктивно и интересно, как и всегда. Спасибо большое. Ну что ж, у каждого свое хобби. Кто-то зарядку по утрам делает и в тренажерных залах трудится, а кто-то мастерит своими руками. И вот о такой мастерице следующий сюжет Ани Кучеренко.